Певица, поэт и композитор, выпускница и победительница фабрики «Звезд 4», финалистка проекта «Фабрика звезд» возвращения, победительница проекта «Точь в точь». Уверена, что наши дорогие телезрители уже догадались, о ком идет речь. Конечно же, это Ирина Дубцова, выступившая на днях в кубанской столице со своим сольным концертом. Ирина согласилась дать нашему телеканалу небольшое интервью, которое мы хотим представить вашему вниманию. Наш корреспондент Екатерина Славянская пообщалась с любимой многими исполнительницей. Я сейчас дам вам интервью, а потом пойду спать, может быть, сегодня песню напишу. Здравствуйте, Ирина. Прежде всего, хотелось бы пообщаться по поводу участия вашего в благодворительных каких-то марафонах и так далее. Скажите, пожалуйста, вот вас, почему именно такая позиция и почему вы очень часто участвуете, и песни посвящаете, и участвуете в этом? Становится интересно и понятно, когда ты становишься родителем. Тем более в том, что касается детей. У меня вообще давно есть такая, я храню ее очень глубоко в сердце, у меня есть такое желание, я очень хотела бы усыновить ребенка. И поэтому все, что касается помощи детям, это то, мимо чего невозможно пройти. Скажите, а что у вас связывает с Краснодаром, что такое теплое отношение? Ну как, ну я тоже, в общем-то, юг России, ну я же тоже Волгоград. Что меня связывает с Краснодаром? Я очень люблю эти места, с удовольствием приезжаю, с удовольствием отдыхаю на курортах Краснодарского края, с удовольствием работаю. Уже не первый год, большие сольные концерты и в Краснодаре, и в Сочи, Анапа, Геленджик, Лазаревская, ну в общем, все это. И в общем, конечно, это родина, я вообще абсолютно человек, любящий свою страну, и я бы никогда не переехала. Я люблю людей, которые здесь живут, и для меня это, ну, просто моя родина. И, конечно, не могу не задать вопрос, в плотном гастрольном графике, как находите время и на приготовление пищи? Знаю, что в одном из интервью вы заявили, что как бы вы не устали, вы обязательно заезжаете в магазин, что-нибудь вкусное готовите. Тогда, когда я дома, да. Тогда, когда я дома, вот завтра я буду дома, я, конечно, пойду в супермаркет и на рынок, и все куплю, и, может быть, даже успею что-нибудь, наверное, не знаю, завтра у меня съемки, послезавтра съемки клипа. Может быть, я успею покормить свою семью. Вот, я действительно очень люблю готовить, но я просто женщина. Ко всему прочему, я не только артистка, которая показывает по телевизору, я просто девочка, которая дома, обычная девочка. Что для вас любовь? Любовь. Ой, любовь для меня, ну, любовь же бывает разная. Это как состояние счастья, оно не может быть постоянным, оно же все минутное. То есть в данный момент времени, допустим, вот я вышла с концерта сегодня, я счастлива. И находясь на сцене, я была счастлива, потому что невероятный зритель, невероятные эмоции, это меня питает, безусловно. Можно сказать, что я там, не знаю, вампир, я людей что-то там поглощаю, какую-то энергию, но для меня это абсолютно счастье. Вот, сейчас я сижу с вами здесь, я не могу сказать, что я счастливая, потому что я уставшая очень. Я очень хочу пойти в номер, лечь спать, и завтра утром вылет, и очень тяжелые длительные съемки. А послезавтра съемки клипа на «Люба, любовь». Тогда желаю вам много часов сна, бодрости и новых творческих успехов. Спасибо, и сил еще, пожалуйста, обязательно, и сил, много-много сил. Спасибо, люблю вас вообще, спасибо.